В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Надежда Безносова. Здравствуйте! В ЮРГУ прошло очередное заседание ученого совета. Что было на повестке дня, расскажет наш корреспондент. Состоялось очередное заседание ученого совета Южноуральского государственного университета. Наградили выдающихся сотрудников университета и вручили общую благодарность за участие в благодворительной акции «Своих не бросаем». Также обсудили итоги зимней сессии. Согласно статистике, показатели успешной сдачи сессии на очной форме обучения увеличились на 7%, на очно-заочной – на 10%, а на заочной – на 20%. Также в этом году наблюдается рекордное количество студентов, претендующих на повышенную стипендию. Их стало на 370 человек больше. По результатам итогов зимней сессии во всех институтах и высших школах большинство студентов, больше 50% сдали сессию на 5,4%. Во-первых, это действует наша бально-рейтинговая система, когда студенты знают, что можно в течение семестра, выполняя качественно и своевременно все задания, досрочно получить зачет или экзамен. Кроме того, хорошо работают, на мой взгляд, кураторы, которые помогают студентам во время семестра, если у них есть какие-то трудности, организовывать дополнительные занятия. Единогласно было принято решение о ликвидации молодежного конструкторского бюро на базе кафедры автомобильного транспорта и создании МКБ бронетанковой техники «Танкоград» в структуре политехнического института. Обсудили вопрос о перераспределении стипендиального фонда и бюджета университета на 2023 год. Также торжественно сообщили о достижениях Института спорта, туризма и сервиса. 15 образовательных программ из ТИСа прошли профессионально-общественную аккредитацию по программам высшего образования. Завершилось заседание принятием решения о заключении новых контрактов о прохождении военной службы заместителем начальника военного учебного центра Сергеем Лисенко и начальником кафедры общевоенной подготовки Виктором Тишкиным. Выставка «Сила в правде» — это 39 фоторабот. Репортаж Сергея Каляскина из зоны боевых действий специальной военной операции. Подробности смотрите в нашем сюжете. Сергей Каляскин — член Союза фотохудожников России, член Русского географического общества и чемпион России по фотографии, добрался до Южноуральского государственного университета. Здесь он после полутора месяцев, проведенных в зоне боевых действий специальной военной операции, представил фотовыставку «Сила в правде». Сейчас выставка открыта для посетителей в фойе третьего этажа главного учебного корпуса. Выставка представляет собой 39 работ Сергея Каляскина. Фотограф побывал на многих участках фронта — в Донецке, Купянске, Изюме, Мариуполе, Херсоне и других территориях. Выставка призвана показать посетителям военные действия глазами солдат и мирных жителей. По словам Сергея, он старался показать честную картину, где есть место и боли, и улыбки. Все работы были отсняты с июля по сентябрь 2022 года. За это время фотограф сделал более тысячи кадров, но сейчас может показать лишь часть. Фотовыставка «Сила в правде» открыта для посетителей в фойе третьего этажа главного учебного корпуса. В Институте лингвистики и международных коммуникаций ЮРГУ отметили Международный день родного языка. 21 февраля во всем мире празднуют Международный день родного языка. В этом году первый раз по инициативе иностранных студентов в ЮРГУ отпраздновали этот день. Студенты из Китая, России, Узбекистана, Пангладеша, Египта, Пакистана и Мозамбика подготовили народные танцы, песни и стихи на родном языке, а также рассказали его историю. Организатор мероприятия – Центр социокультурной адаптации и ЛИМК. «День родного языка – это очень важный праздник для наших иностранных студентов. Он празднуется с 1999 года. Праздник был принят в ООН. Мы празднули ООН в ЮРГУ в первый раз. Ребята сами выступили инициаторами мероприятия. Мы их поддержали и организовали такое небольшое мероприятие». Родной язык – это не только средство коммуникации, но и часть индивидуальности каждого человека. Сегодня в ЮРГУ обучаются более 2000 иностранных студентов из 54 стран мира, и каждый из них говорит на своем родном языке. «Мой родной язык – китайский язык. У нас китайский язык есть четыре тысячи лет истории. У нас китайский язык, но очень, ну, если написать, ну, сложно, и говорить легко. И у нас еще в китайском языке есть пьи и четыре тунны. Если вы хорошо изучили, то очень популярно, если во всем мире». Международный день языка празднуется в мире уже 24 года. Его основные цели – это разработка и поддержание мероприятий, направленных на уважение и защиту всех языков мира. 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Традиционно в преддверии праздника состоялся торжественный концерт. В ЮРГУ отпраздновали День защитника Отечества. Прошел традиционный концерт, на который приглашали сотрудников университета и слушателей военного учебного центра. Для гостей праздника Центр творчества и досуга подготовил новую концертную программу. Перед зрителями выступили коллектив современного танца «Дип-Вижн», ансамбль народной песни «Фольктон», ансамбль бального танца «ЮРГУ» и другие творческие коллективы университета. «Очень праздничное настроение сегодня, приятная атмосфера. Концерт уже начался, уже во все идет. Поздравили наших подполковников, наших преподавателей. Все, в принципе, очень довольны. Второй день уже ходим в форме». В этот день из актового зала можно было услышать не только попури из военных песен. Яркой особенностью концерта стала караоке-игра с залом. Так, в ЮРГУ на несколько минут появился самый большой и мужественный хор университета. Гости исполнили песни военных лет, а также треки Виктора Цоя и группы ДДТ. По словам организаторов, концерт проводится с целью поднятия патриотического духа молодежи. Данный праздник, как считает Николай Карпов, руководитель военного учебного центра ЮРГУ, в полной мере относится к каждому студенту, сидящему в зале. «У нас юных защитников Отечества нет. Всем ребятам нашим уже 18 лет исполнилось, и поэтому они все уже защитники, полноценные защитники Отечества. В годы Великой Отечественной войны эти 18-летние парни, вчерашние школьники, вставали на защиту и бросались под танки с гранатой и защищали свою Родину. Поэтому этим ребятам, если потребует Родина, выбора нет, они должны встать на защиту. Я не пойду. Я уверен, что будут выполнять свои воинские долги». Завершился концерт выступлением мужского хора автотранспортного факультета ЮРГУ и торжественным вынесением флагов. Исполняющий обязанности ректора ЮРГУ Александр Вагнер встретился со студентами Института медиа и социально-гуманитарных наук за чашкой чая. А вы знаете, что черного чая не существует? Именно с этого вопроса Александр Вагнер, исполняющий обязанности ректора ЮРГУ, начал встречу со студентами кафедры журналистики, рекламы и связи с общественностью ИМСГН. Мероприятие прошло в неформальной обстановке. Участники обсудили интересующие вопросы за чашкой чая. «Чай с ректором на таком мероприятии я впервые. Было очень волнительно в первое время, но потом все пришло комфортно, уютно, диалоги были приятные». «Вообще это уникальное мероприятие, потому что встреча с ректором и возможность задать ему вопросы, которые тебя волнуют, это важно для каждого студента. Мне кажется, это очень интересно, и то, что выпала такая возможность, это не может не радовать». Такая встреча ректора со студентами проводится впервые. На мероприятие пригласили победителей международных и всероссийских конкурсов, режиссеров и авторов собственных проектов в сфере журналистики и рекламы. «Для меня ЮРГУ, конечно же, это центр компетенции в рамках тех направлений, которые мы заявлены в программе развития, я их полностью разделяю. Это экологическая повестка, это интеллектуальное производство, включая автомобилестроение и, конечно же, все, что связано с нашим формированием современных цифровых компетенций». Вопросы на чаепитии звучали разнообразные, начиная со специфики плавания на сапбордах, которым увлекается исполняющая обязанности ректора и заканчивая основами ядерной физики. «Нет, ну вопросы на самом деле все зацепили, я к многим не был готов и действительно пришлось так это наморщить лоб, чтобы на эти вопросы ответить. Но впечатление самое позитивное. У нас очень замечательные студенты, они очень талантливые, интересные и встречи с ними всегда меня как-то воодушевляют, дают большое количество энергии на дальнейшие подвиги. Я всегда с большим позитивом отношусь к встречам с нашими студентами». Александр Рудольфович также отметил, что разговор со студентами за чашкой чая может стать хорошей университетской традицией. Впереди новая цель – провести подобные встречи во всех высших школах и институтах ЮРГУ. 5-3. С таким счетом победила студенческая хоккейная команда ЮРГУ «Политехник». На льду она сразилась с игроками «Уралгувка». На ледовой арене «Трактор» прошел матч между хоккейными клубами «Политехник» и «Уралгувк». Встреча состоялась в рамках турнира студенческой хоккейной лиги. По итогам матча «Политехник» обошел соперника со счетом 5-3. «У нас еще впереди три игры чемпионата и дальше у нас ПО. Мы готовимся уже непосредственно к ПО. И если мы ПО выигрываем, мы выходим на финалы в Сочи. А в Сочи там уже другой хоккей, там за чемпионство в лиге». Ход игры был напряжен. В первом периоде «Политехник» сыграл свою пользу и запросил три шайбы, но пропустил одну. Как отмечает тренер команды, во втором и третьем периоде уже была более сложная игра из-за жестокого обращения соперника. «Сейчас идет финальный этап гладкого чемпионата, где распределяются места в группе. Согласно мест выявляется, кто в 1-8 будет хозяин поля. Очень важно. Эта игра была максимально принципиальна, так как они наши соседи, но и в турнирном положении она очень много для нас решала». По словам капитана команды, состав вышел на лед не в основном составе, а все недоработки в тактике и игре будут совершенствоваться на тренировках. Началась масленичная неделя. В стенах главного корпуса нашего университета прошла масленица. «Устали от холода и снега? Значит, самое время провожать зиму. Сегодня Юргу отмечает масленицу. Но чтобы заполучить главный символ этого праздника, придется пройти через несколько испытаний». Традиционно Юргу отметил масленицу. Организаторы мероприятия – студенческий совет Института лингвистики и международных коммуникаций нашего университета. Праздник не обошелся без главного символа – блинов. Чтобы их получить, студенты приняли участие в конкурсах. «Я пока поучаствовал только в одном конкурсе. В загонялках на мешках. Первый придет, выиграет. Но получать жетон-2, думаю, это самое главное – перекусить. Сейчас длинные перемены, воспользоваться шансом». «На самом деле, очень классно, потому что в такую погоду, когда идет снег и много пурги, хочется согреться всегда. Тут такое мероприятие организовала ЛИМК. Ну, очень классно». В программе праздника – традиционные русские игры. Хоровод, ручеек и прыжки в мешках. Также студенты могли поучаствовать в викторинах и получить предсказания на картах народа. Мука, яйца, сахар, молоко – основные ингредиенты для блинов. В чем секрет вкусных блинчиков и как их испечь, узнали иностранные студенты. Для них прошел мастер-класс. В честь масленицы в Юргу прошел мастер-класс для иностранных студентов нашего университета по приготовлению блюда национальной русской кухни – блинчиков. Организаторы мастер-класса – Институт спорта, туризма и сервиса Юргу и Центр социокультурной адаптации ИЛИМК. «Иностранным студентам, прежде всего, неинтересен, поскольку они обучаются в России, они общаются с российскими нашими студентами. И для того, чтобы лучше понять нашу культуру, нашу кухню, в том числе мы проводим такие мастер-классы». Студентам из Китая, Индии, Таджикистана и Узбекистана рассказали и показали, как приготовить традиционные блинчики, а также объяснили их отличие от такого блюда, как блины. «В преддвериях масленицы хочется рассказать о том, что у нас есть небольшое различие между блинами и блинчиками. Блины, как правило, выпекаются из дрожжевого теста, то есть при замесе используются дрожжи и происходит процесс брожения. Блины выпекаются, как правило, небольшого размера, но более толстыми, они больше потолщены. Блинчики – это такой облегченный вариант из более жидкого теста, без дрожжевого. Они выпекаются, как правило, диаметром 24-26 см, также могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве основы для фарширования». Блинчики – это блюдо традиционной русской кухни, но популярность оно имеет не только на территории нашей страны. Многие иностранные студенты, приступая к приготовлению, уже знали и даже пробовали его. «У нас в основном, в нашей стране готовят блины, но у нас в семье готовят, да. Впервые я видела, когда моя сестерка готовила, но, естественно, она с YouTube посмотрела, как готовят этот блин, вот тогда я попробовала блины. И сегодня мне захотелось попробовать еще сама готовить». «Масленица» – это восточнославянский народный праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом. Напомним, что в этом году праздничная неделя будет идти с 20 по 26 февраля. Мука, яйца, сахар, молоко – основные ингредиенты для блинов. В чем секрет вкусных блинчиков и как их испечь, узнали иностранные студенты. Для них прошел мастер-класс. Высшая школа экономики и управления ЮРГУ принимала гуманитарную помощь от всех желающих. В акции поучаствовали 22 группы студентов и преподаватели. Собирали почту с письмами, занимались сортировкой и сбором подарков. «И несмотря на то, что там тяжело, там, конечно, горячая линия фронта, но от нас ждут, чтобы в этот день все-таки был хоть какой-то подарок, и вот это тепло наших человеческих сердец попало именно туда». Настоящая полевая почта развернулась в кабинете. Участники акции искали открытки к 23 февраля советского периода. На самых лучших вариантах студенты оставили свои пожелания защитникам. «Такие акции важно проводить, потому что мы должны знать, что мы все едины. То есть на фронте тоже люди. Они тоже ждут подарков, они ждут тепла, они очень сильно скучают по своим родным, близким. И данная акция, она непосредственно направлена на то, чтобы показать, что мы с ними, мы их тоже поддерживаем. Мы не забыли про них, мы помним, что они есть». «Несмотря на то, что там, на фронте, люди сейчас сражаются, и им, возможно, даже не до праздников, но у них тоже бывают моменты, когда есть какие-то отдыхи, передышки, и в это время им нужна помощь, поддержка». Высшей школе экономики и управления уделяют активное внимание гражданско-патриотическому воспитанию. Так, в 2020 году проходила акция «Салют Победа». Сейчас в одноименной группе ВКонтакте публикуют посты о героях, сражениях и победах Великой Отечественной войны. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы! Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Рутуб. А также платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наш проект является победителем стартап-студии «Юургу». Мы заняли первое место. Черити Воркаут – это прорывное во всех смыслах мобильное фитнес-приложение, в котором вы можете не только заниматься спортом, а также делиться своими успехами сообществом, внутри приложения и социальная сеть, а также заниматься благотворительностью и помогать не только себе, но также другим людям. Одной из главных фишек нашего приложения являются уникальные краткосрочные марафоны и челленджи, в которых пользователи могут бороться за различные награды, как материальные, так и особые виртуальные статусы. И все это доступно совершенно бесплатно. Суть челленджа будет заключаться в том, что каждую неделю пользователям, абсолютно всем пользователям, будет предоставлена возможность поучаствовать в уникальных челленджах, суть которых может заключаться либо в наибольшем количестве отжиманий каждого человека, вплоть до кто дальше пробежит расстояние. Также присутствует платный контент в виде ежемесячной подписки. Пользователь, приобретающий ее, получит возможность участвовать в более уникальных челленджах и в других соревнованиях, а также получать более интересные награды, но при этом пользователь, который пользуется приложением без подписки, не будет каким-либо образом сильно обделен. Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте роспотребнадзор.ру